Девушки отдыхают Этих отвратительных тварей Поверь мне, Фарион, лучше тебя об этом не знать Лорд Иллидан, мы нашли вашу шрицу Она и ее воины бьются с нежитью Но мне кажется, что долго им не продержаться Идите сюда, жалкие ублюдки И испытайте на своей шкуре гнев стражей Свет и луны никогда не угаснет Если вы хотите спасти ее, вам лучше поторопиться Нежить атакует, но на нас они совершенно не обращают внимания В чем? Тирент Эти летающие твари повсюду Сражаться с ними безумие У нас нет времени Иллидан Ты должен сдержать их натиск И не дать им напасть на лагерь Тирент Я спущусь вниз по реке Нет, Фарион, мы с нагами окажемся там быстрее Туда отправлюсь я Ты говоришь правду Но я очень рискую, доверившись тебе Брат, клянусь жизнью Я спасу ее Я верю тебе Анотерадор, братья С вами вновь Билли И мы продолжаем проходить Warcraft 3 Основная цель наша Это уничтожить вот эту красную базу нежити Управляем мы двумя базами Двумя базами Иллидана и Фариона Так, прокачиваем два улучшения Еще учениц нанимаем Еще друида Здесь мы забираем шмотки на статы Я обычно беру вот так вот Да, нормально А нет, нет, не так Вот это нам надо убрать, наверное Что вот это лучше убрать И взять одеяние мага Вот у нас тут сотня просто с руки урона Нормально, нормально Мы идем наверх Нашим вторым отрядом Фариона Тут у нас есть гновы Мы их атакуем И здесь мы будем делать дополнительную базу Потому что здесь есть рудник Вот, нанимаем еще виспов Очень много Вот сюда Что ж, они дорого заплатят за нашу бибель В это время они Враг атакует Нещадно Тирент Ломаем здесь Вот эти хижины Но Тирент вообще долго будет держаться Поэтому нам за нее переживать Вообще не следует Вот Мы просто тут делаем нычку Нычку Нычку, нычку Вот здесь вот мы Обстраиваемся Обустраиваемся Делаем тут очень Возводим очень много защитных строений Чтобы у нас была возможность Дефать Волны Мы конечно и сами должны много движух Совершать Различных Но в первую очередь Необходимо нам Дефать Когда я начну дефать Вон у меня нападают Кстати Призываем Трентов Даем рыб Захил на себя В принципе Лучницу спасти Нет, не спас Я лучницу Но могу спасти мишку Убираем автокаст На колодцах Фреон уже разобрался С некрами И с лечом тоже разобрались Так Хилим нашего друида На фул Немножко потеряли мы армию Лучница в первую очередь Можно нажать ультимейт Чтобы всех захилить Что у нас тут? Опускаем врагов На землю Благо у нас есть сетки На нагах Ну Не очень-то хорошо Дефается Скажу вам Все потому что Я не могу здесь Поставить много Башен К сожалению Поэтому здесь Мне всегда придется Оставлять каких-то юнитов А вот они и героя Привели Сетку ему дадим Наверное И пускаем Под сеткой будет Убили его Убили У этого Ну Рыцаря смерти Лучше убивать Как можно быстрее Потому что У него есть навык Противный Ужасный просто Ну Воскрешение Из мертвых Вот Его нельзя давать Кастовать ему Так Здесь ничего страшного Не происходит Этих Гаргули Мы Дефаем Спокойненько Можно в принципе Подразнить их На себя Но они быстро Сразу уходят После этого Вводим Лучницу Стараемся Бить По ассисту Одну Гаргулью Чтобы Умирали Они быстрее Так Начинаем Завод и добычу Новую Здесь мы всех Убили Возвращаемся На базу Добавляем Еще лучниц У нас есть Ресурсы Поэтому мы Можем вкачать Улучшение А Я тут Заблочил себе Одного строителя Ну ладно Пусть он там будет Если что Он будет чинить Ничего страшного Так Надо вот это Починить Чтобы у меня Не моргало тут Ошибочка С моей стороны Конечно Так Могу еще Вот здесь Построить Раз могу Значит Буду строить И вот здесь Можно еще Построить Наверное Но это не точно У меня отряд Маленький Мне надо его Увеличить Надо еще Добавить Нагу воина Еще одна волна Держитесь Воины Опять они Атакуют Террент И надо очень много Еще виспов В принципе Вот этих двух Достаточно Чтобы здесь Построить Парочку Сторожевых древ Так Что еще Мы можем сделать Вернем назад Отряд Мой Вот сюда Чтоб Если прилетят Чтобы Быстрее Хубить Так Завода Добычи Начата 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 Вот Строим Еще Сторожевые Деревья Здесь Такой Проходик Делаем Чтобы Потом Можно Было Чинить Деревья Глухую Застройку Здесь Не Получится Сделать К сожалению Потому Что Здесь 5 Квадратиков И Не Получится Ничего Сделать Здесь Вот У меня Тоже Еще Квадратик Есть Но Там Я Не Могу Построить Вышку Нанимаем Еще Виспов Трое Еще У меня Готово Строим Еще Вышки Нам Тут Нужно Много Чтобы Они Подлетали И Уже Понимали Что Им Тут Не Рады Вот Так Вот Надо Делать Ага Меня Атакуют Быстрее Быстрее Надо Дефать Так Но Они Сломали У меня Уже Дерево Мне Нужно Уничтожить Катапульты Уводим Мишку Хилим Его Так Захилили Великана Гиганта Великана Не важно Катапульта Сломали Все В общем Мизодефали Даже Никого Не потерял Нажму Ульт Чтоб Всех Подлечить И ко мне По-моему Готовится Выходить Враг Вот Он Даже Появился Тут Мы Его Сейчас Тепло Встретим Очень Тепло Даже Не Подозревает Как Его Тепло Встретят Ой И тут Молодой Человек Тоже Не Подозревает Как Его Тепло Сейчас Встретят Чини Брат Сломали Почти Надо Манна Его Лишить Все Отлично Он Не Успел Ничего В Коставать Чиним Мы Тут Здание Отряд Можно Отсюда Увести Сколько Еще Будет Действовать Метаморфоза Ну Сколько То Еще Будет Можем Тогда Отправляться По Сюжету Вот Сюда Надо Нам Пройти Тирент Опять Атакуют Тут У Нас Тоже Гновы Сейчас Мы Их Присанем Накидываем Щиты На Маг Воинов Можно Схавать Кого Нибудь Например Вот Этого Молодого Человека Все Меня Атакуют Смотрим Как Они Разваливаются Все Отлично Но Этот Этот Успел Нажать Ульт К сожалению Спасти Виспов Ясно Одно Дерево Даже Сломали Ну Сюда Можно Не Идти В принципе Вернемся Назад Вот Самая Большая Проблема Это Ульт Ульт Этого Молодого Человека Потому Что Те Кого Он Призывает Они Не Выязвимы Вот Они Бегают За мной Я Им Ничего Не Могу Сделать Это Грустненько На самом Деле Я Кстати Могу Здесь Построить Еще Юнитов Мои Еще Эти Еще Вышки В принципе Можно Вот Так Вот Сделать Даже Еще Две Добавить И Начать Добавлять Уже Вот Здесь Но При этом Оставляя Проход Здесь Мы Чиним Еще Виспы Будут Появляться У меня Так То Надо Бы А Если Поставлю Здесь Два Колодца Нет Не Получится Чем Можно Поставить Здесь Тогда Можно Хижину Охотников Поставить Тупо Что Была Глухая Застройка Давайте Подумаем Что Можно Сделать Высадим Деревья Попробуем Поставить Здесь Колодец Ну Вот Эту Вот Штучку Глухая Застройка Что Была При Этому У меня Вот Здесь Будет Простой Еще Одна Волна Держитесь Воины Нет Не Получается А если Древо Войны Тоже Не Получается Древо Мудрости Не Получается Магазин Не Получается А Этого Мало Потому Что Это Три Раз Два Три Четыре То есть Мне нужен Юнит В Принципе Можно Два Колодца Попробовать Нет Два Колодца Тоже Они Помещаются Дебильно Этот Тоже Будет Место Оставлять К Сожалению Тогда Делаем Вот Так Далее Чем Сейчас Вот Это Дерево А Еще Вот Тут Вот Выступ Вообще Все Плохо Так Надо Дефать Они Опять Нападают Энтами Будем Будить Убили Мы Сразу Героя Надо Убить Некров 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 Мы Убили Голема Убили Здесь Все Сейчас Тоже Умрет Надо Сюда Сюда Прийти Отрядом А Кстати Можно Надо Кольцо Защиты Забрать Ведь души Бессмертны Ведь души Бессмертны Сказала Она Ладно Не получится Здесь Идеальность Готов Лорд Иллидан Мы Обнаружили Дамбу Перекрывающую Один из притоков Реки Ее Охраняют Лесные Тролли Но Если Вы Хотите Успеть На помощь Своим Друзьям Стоит Воспользоваться Этим Путем Посмотрим Посмотрим Сказал Так Чего У меня Тут Справились Все Мои Да Справились Тогда Вернемся Сейчас Он Здесь Достроит Им Будет Чинить Хотя Лучше Наверное Мне Забрать Одного Юнита Отсюда На Починку И Нанять Здесь Еще Одного Маргова У меня Кстати Уже 4200 Золота Так Построим Здесь Еще Деревьев Чиним Они Все равно Не агриться На Висков Почему Неплохо Довольно Быстро Их Уничтожили Не Приходится Бегать Фарианом Туда Сюда Самое Время Наверное Вот Так Вот Еще Сделать Здесь Все Вкачать Здесь Наверное Стоит Еще На Дерево Направить Людей Висков Точнее Древо Вкачаем Дерево Здесь Выкопаем Нужен Нужен Коралловый Бассейн А Коралловый Бассейн Давайте Тогда Мы Увеличим Нашу Армию Так Так Все Здесь Мы Все Починили Зачем Тебе Бассейн Ты Че Так Мы Здесь Как Сделаем Я Могу Еще Вот Так Вот Построить Нужен Коралловый Бассейн Это В смысле У меня Же 43.75 Лимита Зачем Мне Бассейны Не Понимаю Так Берем Луну Защиты И Идем Дальше Вот Сюда От Этого Виспа Отправляем На Починку Что Тут Починить Можно Так И Потом Построим Еще Одно Древо Как Только Мы Починим Это Мой Отрядик Больше Очень Сделать Не Будем А Вот Дриад Можно Почему У меня Не Воспроизводится Юнит Это Не Могу Понять Очень Странно Очень Странно Так Ладно Идем Тролли Убивать Сюда Можно Пару Охотников А Вот Здесь У меня Почему То Не Делаются Юниты Наверное Из-за Того Что Нет Лунных Колодцев Вообще Это Странно Ну Ладно Построим Парочку Мне Не Жалко Чем Мне Должно Быть Жалко Строить Лунные Колодцы Так Он Построит Все Это А потом Встанет Здесь Древом Че У меня Тут Как Дела Направим Парочку Испов На Добычу Дерево Вот Сюда Видимо Есть Какое-то Искусственное Ограничение На Количество Армии То Есть Хотя У Меня Это Я Они Еще Все Из На Моей Стороне Как Были Эти Все Юниты Но Лимита У Меня Уже Столько А Войска Фаряна Вот Они Отдельно Все 50 Лимита У Меня Там Только Я Понял Ну Что Ж Они Дорого Заплатят За Нашу Гибель Вперед Так Под Ультом В принципе Мы Нормально Так Подеремся Уводим Вот Этих Двух Юнитов И Захиливаем Их Возьмем Веточку Отлично Все Мы Справились Почти Не Пострадала Моя Армия Вообще На Изичах А Вот Тут Что-то Не Все Так Хорошо Так Ловим Корабль И Уничтожаем Его Так Мы Дальше Проходим Сюда Нападем Ой Как Все Хорошо То Только Он Ножа Ульт Скотина Они Терри Затрахают Эти Некры Которых Они Воскресили Лучше Убежать Сетку Нельзя Нет Сетку Нельзя Так Продолжаем Защищать Троллей Теперь Тут Нападают На Меня Запрем Тут Проход В принципе Это Адекватное Решение Можно Вот Так Вот Поставить Юнита А Вот Тут Как Поступить Я Пока Не знаю Так Вернемся Назад Нам Базу Вот Сюда Мне Тут Все Поломали Твори Чинишь И Ставишь Еще Колодцы Вот У меня Лимит Фариона Вырос Теперь Я могу Еще У кого То Воспроизводить Так Захилим Лучницу И Великана Так Что Я могу Тут Делать Во-первых Починим Все Сейчас А Во-вторых Интересно Вот Этот У меня Наговоин Туда Не Пройдет А Морской Дракон Пройдет Если Я Сейчас Вот Здесь Вот Поставлю Я Заблочу Проход Ну Кажетесь Мои Воины Нет Он То Не Проходит Уйдем С Этого Поля Но Они Убьют Только Наши Тела Души Бессмертны Попробуем Попробуем Сделать Вождя Марголов Может Будь Он Заблочит Сейчас Дождемся Его Тут Лес Отправляем Добывать Так Этого Можно Выкопать Оставим Вот Здесь Поближе Капец У меня Уже Золота Много Ну Мольно Этот Чинит А вот Этот Стоит Держит Позицию Тупо Удерживает Чтобы Заочить Так Вождь Марголов Ага Он Проходит Ну Ка Поставим Здесь И Как У меня Пойдет Туда Мой Строитель А он Тут Не Может Пройти Это Довольно Классно Тогда Мы Нанимаем Еще Одного Вождя Марголов И Поставим Его Вот Тут Вот Блин В Принципе Идея Годная Даже Несколько Можно Вождей Поставить Туда Так Еще Построим Тут Мне Не Жалко Ресурсов Ресурсов В принципе Волезь Вот Еще Уместится Все Удерживаешь Позицию Тут Стоишь Еще Ждем Вождей Марголов Наг Воинов Оставляем Здесь Как он Вот сюда Может Пройти Все Проверим Нет Не может Тогда Пускай Удерживает Позицию Так Здесь У нас Просто Некроманты Что Просто Одинокие Некроманты Пришли Так Кстати Надо Подлечить Всех Нажмем Мульт Ага На меня Нападение Идет Внезапно Что Они по одному На меня Нападают Подозрительно Довольно Таки Не Не кров Сперва Надо убить Оскорбим их Вообще Странное Очень Нападение Ладно Нормально Мы Дефаем Ждф Так Второго Варде Марголов Мы поставим Вот сюда Тоже Пускай Дефает Позицию Они же Вот здесь Должны Выскочить Вот сюда Они обычно Высаживаются Ага Но они Бьют моих Этих Марголов Так А сетку Получится кинуть Ага Пошел в обход Молодец Гений Просто Игры Тут и без этого Сработало Ладно Но я все равно Туда призову Еще Марголов Это просто Просто Летающие Войска Были Это не были Эти Транспортные Тут Кстати Ошибочка Получилась У меня Ну ладно Нажмем Ульт Или Дан И Загрем Вот этих Вот Молодых Людей Так А в этот Раз Они все-таки Полной Армии Пришли Пришли Сражайтесь Воины Надежда Еще Есть Ну вот Все Добили Забрали Маску Смерти Руна Мы Эту Можем Нажать Она Вообще Воскресит Мне Юнит Нет Никого Не Воскресит Пойдем Добьем Этих Тролей Че У меня Как Тут Тут Все Скучно Сломали Мне Тут Все Таки Несколько Этих Наш Рудник Исяк Тут Уже Смысл У этих Деревьев Пропал Когда Возвращаем Их Вот Сюда На Нас Напали Просто Огромная Армия Деревьев Вкачиваем Оставшееся Улучшение У меня Уже Там Золото Достаточно Так Как мы Будем Как мы Поступим Этот Молодой Человек Пускай Ставит Вот Здесь Этот Вот Здесь Пускай Сюда Что Зайдет Потом Мы Посмотрим Что У нас Получится Так Все У меня Пошла Жара Держитесь Воины Жмем Мульт Оскорбляем Всех Эх Как он Сильно Сделал Разбудили Загрели Тут Все В общем Изи Кончается Еще Дерево Поставим И Здесь Дерево Уже Деревья Некуда Ставить Ну ладно Придумаем Еще Что Нибудь И Исследование Исследование страдают страдают они так все армия у меня есть да на это эльфов 44 лимита понял теперь как это работает все-таки у меня больше лимита чем я думал на наших союзников не мне надо отойти мне нельзя драться тут под деревьями драться че вообще происходит почему они на меня падают такими маленькими группами так не надо подлечить рядом и не хочу терять ряд у меня по ходу играют как-то забавалась потому что это бредятина какая-то они на меня должны большими группами нападать они вот это вот где творить тупо по одному бордалаку по 1 банше приходят так все отошли назад сейчас for each old поставят и кайфовать будете все сетку накинули на молодого еще одну сетку еще сетка он успевает ультануть все равно я не знаю что делать в итоге там один не руб живой ладно чем жмем мульт ой здорово на воскрешение нет не жмем хоть у меня все и хорошо но я не приблизился к выполнению миссии вообще не на дни насколько это очень плохо жмем мульт здесь на меня сверху сейчас напали сейчас пойдут на древо ломать наверное виспов всех заберем древо пускай и ломают вообще срать на него на наших союзников на древо у меня тут еще осталось ее потеряю его сейчас наверно да так серим ряду отходим войти молодых людей на то чтобы подойти к моим деревьям еще одна волна держитесь воины сломали катапульту жмем мульт здесь у нас много виспов которые могут починить чтобы они чинили как-то они фигня страдали но не починить я думаю все отлично здесь у нас еще равно возрождение и кстати амулет маны так идем дальше здесь у нас тоже есть моды люди это же призываю деревья монобернем старейшину в принципе можно сейчас ему еще один моноберн дать все а нет не все он все равно ресницы наверное у него же там вторая жизнь да у него вторая жизнь так мне нужно увеличить армия все вот это сюда что-то вы чинить то будете ребята а сюда мне кого надо что мне парочку строителей троечку даже а вождей маргов есть какие-то а у них 6 брони атака сильная так то они полезные молодые люди туда их всех направим королевская корона заберем так все на отхилл все кого продамажили 70 лимита за счет чего только непонятно где у меня мару марга есть есть сейчас мы тогда поставим здесь нерезь нерестилище а вторым поставим здесь алтарь глубин нет и это не нет числа мы должны держаться ну да вот это нужно чем этом дефать то будем головной там она все правильно у меня происходит тут вполне нормально единственный шоу как-то загреть голем он сейчас сломает меня да он просто сломал голем по ходу как великан работает при этом у меня в фаре он кайфует чисто ничего не делает ну ладно нормально все еще несколько лучниц наймем и все окей приплыли ко мне молодые люди байтим их отсюда а ну и так все окей что я парюсь все таки здесь надо парочку держать вот этих вот вождей пускай они уводят вот к этим оставшимся вышкам и можно построить еще один ряд потому что могу ли они будут меня пушить дальше там как-то посильнее так здесь все нормально продолжаем нанимать войско ну чтож они дорого заплатят за нашу гибель вперед не очень мало ног воинов это большой минус ну да ладно атакуем зеленых мне надо же как-то атаковать у меня очень много и над волшебниц сирен накидываем щиты все отлично не дать захватить больше никого ногу воина вывести попробовать получится у меня вывести ногу воина получилось на фонтан его отправим как-нибудь пускай живет так и вот у меня армия это пределы чуть-чуть поре дело то ли дело сейчас он тут полечится морских драконов тоже на ломание базы отправим щит на ногу главное красного не загреть он будет очень лишним урона мало конечно у ног 9-12 вот у морских драконов нормального урона кто на нас напал а ноги конечно не знаю зачем я их так много я делал потерял я ногу воина не вот морские драконы еще тема а вот ноги ног я не знаю зачем я их сделал лимита нет у меня больше да на красного я с такой армии не пойду доволит ошибка серьезная такая ошибочка будет что я могу сделать какой можно придумать план и мне от числа мы должны держаться так ну как вариант можно еще попробовать вот тут развернуть храм пучины еще и с этого родника начать добычу так а шо у нас здесь у здесь у нас можно выстроить огромное количество вышек так я и сделаю потому что я не осилю красную базу никак здесь храм пучины будем добывать золото в принципе тогда можно здесь еще бахнуть да здесь мы сейчас выстроим оборону что тут с родником 4000 заберем еще одного работника еще парочку туда чего у меня фарыч делает фарыч давай это обороняйся нанимаем энтов и его видим ломать катапульту выпустите мне великанов пожалуйста так уничтожили всех все отлично короче у меня чиним дерево оставшиеся корни налича и добиваем его все красиво за счет огромных огромного количества деревьев я тут держусь почему я такие тупые тактики выстраиваю потому что у ногов у ног точнее правильно будет сказать очень на мой взгляд очень слабые юниты вот мне за них реально сложно что-то противопоставить андедом большому количеству андедов летающих поэтому мне придется их забирать с собой сейчас их агрить вот здесь уводить вот сюда и пытаться их туда марить по-другому я фиг знает как вообще так заберем здесь парочку рабочих тоже будем строить тут еще деревья вот деревья как они называются то страж течений вот фреона мне не пробьют за счет деревьев кстати я забыл что на меня здесь еще могут нападать но я их не чувствую ссори так рабочие не стой там 5 меня нападают на этот раз сверху сверху это не сверху это не так изи дефается к слову пуджами этими уже очень больно бьют почему-то а это не блин ё-моё то пульт уже то повозки точнее сейчас я их спокойной душой добью все их сразу не заметил сейчас главное добить этого их уорда сейчас корни еще появится дамажим его все все убили так спасти лучницу об спасли здесь кстати можно бахнуть не можно нужно бахнуть еще пару деревьев потому что мне их все сломали и заодно починить все так какая у меня тут ситуация а я постройками своими разблокировал получается эту территорию это хорошо сейчас мы значит тупить не будем просто сейчас все это задрем всю их армию и отведем ко мне вот сюда здесь вместе какие-то юниты нету здесь добывается дерево здесь у меня всякое происходит то у меня точно не пройдут вот в принципе и рабочая схема как пройти эту сраной миссии с этими ногами от просто максимально бахнем стражей вот этих готова 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 а готова готова террентом живет вообще доживет как-то пока что готова 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 ну вот я очищаю землю я об этом почему-то не думал что я смогу так очистить земли чему ему нельзя там строить чё за фигня строй давай строить ему нельзя умник прям у меня хаотичная застройка так они кстати нападают на террент катапульт нету они только не кры ну значит так задав так разбудить фариана разбудили оскорбили молодых людей к слову надо вот так вот бахнуть вот и все так катапульту быстро катапульту шокнули здесь все задефается я уверен правда надо быть потом проверить чтобы погибло минимальное количество и мне надо бы надо бы надо бы здесь все починить и воздвигнуть еще деревьев наверное за так что мы тут будем еще строить что-то ну давайте вот так вот еще сделаем 5 как раз у меня 5 рабочих а нет шесть вот сейчас мы все это застроим а вот еще 7 пускай он добывает просто золото так у меня юнитов почти нет твою мальчайтесь мои воины может быть мы не уйдем с этого поля так а гримах вот сюда души бессмертной так наверное ульт нажму просто захили мученицу в центре моей базы эльфов они тупо умирают почему-то они заходят прямо год готова таковы золото добывайте молодые люди точно так же я сейчас сделаю и с этими ребятами просто сейчас отведу вот эти все войска туда 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 а и люхой мы сейчас заберем желательно и люху из так вот использовать именно чё ребята готовы к сражению что как дела шо с лицом как говорится но они там сильные конечно с этим не поспоришь все потихонечку сейчас развалится можно даже особо не париться щиты точно стоит накинуть и сейчас мы это до всех победим не нужны будут черепахи черепахи для пуша деритесь вы с ними тут выйдите вон туда куда-нибудь ну ладно пофиг что там еще есть у них войска какие-то давай выдавим сюда ребята на нас напали вот все сюда подвышки это уже разговор здесь черепахи а вот отсюда мы будем ног делать много ног и отсюда возьмем ребят тоже вот сюда да почему они все идут туда у меня ждут вышек полно давайте к вышкам их видите вот все подвышками играться уже поинтереснее так отошли не тупите а он там поддерживает это заклинание думает сломает мне сейчас но вполне может сломать да он наверное сломает это это на этом все да много тут юнитов у них так вывести черепаху она они очень ценные они быстро ломают здание блин и здесь напали дочь так спасти надо все и ульт еще раз нажмем все окей так еще черепаху надо на поломку так спустись птичка вот спустилась птичка верно кого мы знак еще призовем потому что мне тупо нужно больше численности армии еще ульт можем нажать тебя мы схаваем ты уж извини тинь-тинь-тинь-тинь-тинь тут у меня рудник упал идите тогда вот сюда сидеть тут у меня линия тупо добычи вот он рудник все стоят у меня просто так кстати можно не до ламывать чем мы вот это сломаем тоже и вот это сломаем не будем ломать вот это здание мы пойдем сейчас мы можем вообще пройти к оранжевому по моему нет а к зеленому к зеленому можем отомстить ему за всю боль всем пока с вами был белья или до этого не может быть ты так ненавидишь меня что решил прикончить лично нет тиран я пришел спасти тебя прошу тебя верь мне ты пришел спасти меня где же они или дану пора уже вернуться вместе с тирент торопись это наш последний шанс ты рисковал жизнью ради меня я ничего не понимаю тем бы я не был тем бы я не стал знай тирент я всегда буду защищать тебя тирент пари он я знала ты не оставишь меня любовь моя я думал что потерял тебя навеки если бы не помощи или дана так бы и случилось между нами многое стоит пара долгие годы я не питал в тебе ничего кроме ненависти но я считаю что нам пора прекращать вражду да будет же мир между нами с этого дня и до конца вечности или дан ты принес миру много страданий за это я никогда не смогу тебя простить однако ты спас жизнь моей возлюбленной за это я позволю тебе уйти но если ты когда-либо еще посмеешь угрожать моему народу я все понял брат власть над этим миром никогда не привлекала меня только сила сама по себе только магия я слишком долго медлил и мне вправду пора идти помогая тебе я предал своего нового господина если я не буду осторожен на этом и закончится моя жизнь прощай брат прощайте рэнд мне кажется что нашим путям больше не суждено пересечься снуфала на глупцы вы забыли о правосудии мэв или дан давно искупил свою вину он больше не представляет тирэнд не трать времени и сил это совершенно бессмысленно она стала воплощением возмездия это охота теперь цель ее жизнь остается только надеяться что в погоне за этой целью она не натворит больше зла чем когда-либо удавалось или дано что ж любовь моя пора возвращаться мы заслужили отдых дом 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 мы обыдь утшка дома від